В проект «Стратегии развития Нинецкого округа» до 2030 года внесут дополнения, касающиеся поддержки традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера. Доработанный проект накануне был презентован окружным парламентарием в ходе заседания постоянной комиссии по экономической политике и бюджету. Наталья Кислякова продолжит. Проект «Стратегии развития региона» до 2030 года был представлен парламентарием еще в середине октября. Однако тогда у депутатов возник ряд вопросов к разработчикам проекта. В частности, народные избранники рекомендовали дополнить содержательную часть стратегии разделам, предусматривающим поддержку традиционного образа жизни коренных и малочисленных народов Севера в качестве одного из основных направлений. Создание условий для формирования устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера на основе укрепления их социально-экономического потенциала при сохранении исконной среды обитания, традиционного образа жизни, культурных ценностей и устойчивого экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера. Вместе с тем парламентарии обратили внимание на необходимость развития национальных видов спорта. Еще одним важным направлением должна стать стратегия социально-экономического развития муниципальных образований в разрезе сельских поселений округа. Потребность развития внутреннего рынка кормов в разделе «Новые отрасли» в Нинском автономном округе обоснована необходимостью роста производства молочных продуктов на территории округа. Ежегодно на 2,1 тысяч тонн, необходимого для обеспечения соблюдения рекомендуемых Минздравом России нормативов потребления на человека. В свою очередь, развитие молочного животноводства неразрывно связано с развитием кормовой базы на территорию округа с целью снижения расходов по доставке кормов из других регионов. Кроме того, в ходе заседания комиссии народные избранники заслушали отчет об исполнении окружного бюджета за 9 месяцев 2019 года. Исполнение бюджета за 9 месяцев 2019 года составило по доходам 16 млрд 165 млн рублей или 102% к плану 9 месяцев и 76% в году. По расходам 15 млрд 409 млн рублей или 89% к плану за январь-сентябрь текущего года и 63% к году. Окружной бюджет за 9 месяцев исполнен с профицитом в сумме 756 млн рублей. Добавлю, вопросы, рассмотренные на заседании постоянной комиссии по экономической политике и бюджету, будут вынесены на предстоящую сессию.